Всем привет, друзья, с вами Букреев. Сегодня мы поговорим о этих двух крутейших больших огромных машинках. В принципе, они у меня уже достаточно давно, поэтому мне уже есть что сказать. Давайте начнем с раллийной машинки. С ней проблемы начались прямо таки с первого дня. Вот как только она ко мне пришла, первый день я пошел на ней катать, и у нее сломалась чашечка, как я это называю. И, в общем-то, вроде бы деталька недорогая, но найти ее было сложно. И прямо вот с первого дня я столкнулся с проблемой ремонта. Нашел, отремонтировал и пошел снова катать. Думаю, вот натренируюсь для вас, чтобы снять красивый обзорчик, как-то все будет гонять. И, в общем-то, покажу вам. Но, ребята, отказал у нее передний привод. Это вот таким простым языком, если можно сказать, я не знаю, как-то в техническом плане. И опять нужно ее разбирать, опять смотреть, в чем у нас проблема. То есть она у нас просто херячит, не заблокирована у нее задний привод, задний дефицит, она хренячит просто. Это крутые заносы, это все красиво, мило. Но если какая-то преграда, да, то есть не заблокированы эти колеса, они просто прокручиваются. И как бы, да, все. И на этом удовольствие заканчивается. И к концу сегодняшнего дня, да, вот когда мы делали, снимали эти покатушки, мы услышали вот такой звук. Что можно теперь сказать, хрустит везде, сточилось все, вроде бы все закрыто, скрыто. Ну, на песке что ли нельзя кататься, ну, не знаю, смысл тогда такой раллийной крутой тачки, чтобы просто по ровному асфальтику гонять. Нет смысла, все-таки хотелось бы, чтобы она по какому-то песку, по какому-то грязи. Может быть, я ее плохо обслуживал, но, короче, не очень-то мне понравилось такое вложение денежное, как бы невыгодно получается. Вообще, вот эта раллийная тачка, это копия какой-то дорогой тачки, да, то есть есть такая же машинка, была, по крайней мере, давно, в металле вся, с классной аппаратурой. А это прям и аппаратура, и тачка, это как бы копия, да. Может быть, поэтому всякие проблемы с ней и были. Да, кстати, друзья, если вы будете покупать вашу радиоуправляемую машинку на Алиэкспресс, не забывайте юзать AliTools. Почему? Вот, например, я нашел такую тачку, и AliTools нам позволяет видеть динамику цены, 49 баксов она стоила, сейчас уже 54,99. То есть можно на минимальную комплектацию скидочку у продавца запросить. AliTools это расширение для браузера, вот он у меня, кстати, рядом с Letyshop, это кэшбэк-сервис, который я обычно рекомендую, вот он, кэшбэк-сервис. Вот, собственно, динамика AliTools, мы сможем посмотреть, какая цена была раньше, да, какие были скидочки, можно ли с продавцом попробовать поторговаться, какая цена сейчас, ну и более подробно узнать о рейтинге продавца. Ну, короче, AliTools очень полезная вещь, ссылочку я вам оставлю под видео, обязательно устанавливайте. СТРАГО! 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 джипи-ка захотела с какой-то краулер да чтобы по камушкам по еще чему-то то это доставляет даже большее удовольствие преодолевать какие-то такие препятствия чем бы гайсать на той же заднеприводной раллиной машинке не знаю, это лично мое ощущение столкнулся с проблемой то, что колеса касались крыльев да и только уже к концу сегодняшнего дня я раздуплил что тачку можно было поднять вот этот корпус весь повыше она бы смотрелась еще круче более такая грозная масштабная большая и в общем то был бы у нее больше ход вот этих амортизаторов, подвески, и было бы больше шансов в других местах где-то залезть. В целом, реально получил удовольствие, катаясь на ней вот прям приятненько, вот прям комфортно, и единственное, что, ну, аккумчиком минут 20, наверное, 30 такой вот чистенькой езды, и все, и а-ля улю, нужно хотя бы два иметь, чтобы прям насладиться. Плюс передний бампер, его нужно вообще, мне кажется, скрутить, потому что во многих ситуациях, где эта тачка могла бы еще фигачить, мешал вот этот вот передний бампер, он куда-нибудь упирался, встревал, и все как бы, да. В джипе в нашем аппаратурка попроще, да, все такое прямо элементарненькое, но все как бы работает, удовольствие есть, и получаешь кайф, когда катаешься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео, если понравилось, обязательно поддержите меня лайком, все ссылочки я для вас оставлю в описании, где это все можно купить эти тачки, если вам интересно, можете заходить покупать, хотя не знаю, не уверен, что именно эти модели сейчас есть. А вообще, как по мне, такую тачку нужно покупать чем больше, тем лучше, чем больше тачка, тем больше все-таки удовольствия, хотя бы минимум десятый масштаб, а лучше вообще восьмой, как вот этот Mercedes масштаб покупать, и тогда как-то вот приятнее чувствуется.